Здравствуйте! Владимир Копылов дал комментарий после ухода родственницы. Он рассказал о последних месяцах ее жизни и лечении, которое проводилось в разных странах. Отец Жанны уверен, что племянницу можно было спасти. 22 мая Наталья Фриске сообщила об оборвавшейся жизни сестры Татьяны Гончаренко. У девушки был рак молочной железы, который не давал о себе знать 11 лет. Болезнь вернулась в 2022 и в итоге привела к летальному исходу. Наталья Фриске пыталась помочь родственнице. Она организовала ее лечение в Турции и постоянно была на связи. К сожалению, медики в ситуации Татьяны Гончаренко оказались бессильны, метастазы быстро распространялись по организму. Отец Жанны Фриске, впрочем, уверен, что девушку можно было спасти. Владимир Копылов признался, что племянницу плохо лечили. В разговоре с журналистами мужчина рассказал о последних месяцах жизни родственницы. Татьяне удалось попасть на реабилитацию в Турции, но там, по словам Копылова, ее лечили по чужой истории болезни, а отношение медперсонала было, мягко говоря, пренебрежительным. Ее отец землю продал, он был фермером. Много денег вложил. Но их обманули. Сначала Таню обещала вылечить Турцию. Но, как оказалось позже, там ее не по той истории болезни лечили. Была еще другая Гончаренко, из Казахстана, сообщил об ошибке врачей Копылов. В Израиле, по словам Владимира, Татьяну лечили неизученным лекарством. По мнению отца Жанны Фриске, врачи покупали препарат подпольно, который не прошел необходимых проверок. Как отметил отец артистки, за границей их буквально развели на деньги. В Турции на 78 тысяч долларов, а в Израиле на 38 тысяч долларов. Когда финансы закончились, Гончаренко вернулась в Одессу. Местные врачи ничем не могли ей помочь. В последние дни Татьяна перестала разговаривать, а затем впала в кому, из которой так и не вышло. Родственники со стороны Копылова не смогут проводить в последний путь Татьяну, путь в Одессу закрыт. С онкологией семья Фриске сталкивается не впервые. В 2015 году в возрасте 40 лет от опухоли мозга не стало Жанны. Ходили слухи, что виной заболевания стало ЭКО, но сестра Наталья не раз опровергала домыслы. К тому же, сама женщина зачала ребенка с помощью этой процедуры. В 2023 году у нее родилась дочь Луна. А у нас на этом все, спасибо, что были с нами, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, всем пока-пока.